Дорогие друзья, здравствуйте! Приветствуем вас на канале Астрология от Сергея Безбородного. Дело в том, что человечество стоит на пороге больших перемен, о которых знаем мы с вами, может быть еще кто-то, хотя сомневаюсь. Эти перемены связаны с мощнейшим богом подземного царства Аидом, известным как планета Плутон. Вообще вокруг Плутона происходит катавасия уже скоро как 20 лет. Плутона лишили статуса официальной планеты. И этот абсурд, безусловно, отразился и в астрологии, в том, что люди проходят через тяжелейшие кризисы, и, кстати, в мире нарастает движение, не скажу, что массовое, за возвращение Плутону статуса полноправной планеты, чтобы, наконец, и он успокоился, и нас перестало трясти, а то жизнь как на вулкане. Я хочу подготовить вас к очень важному ритуалу, который нужно будет провести 20 и 21 января. Потому что 20 января Плутон соединяется с Солнцем, а буквально на следующий день, 21 января, происходит следующее знаковое событие, а именно 21 января в 3 часа 51 минуту по московскому времени Плутон входит в знак Водолея. И это очень важно, потому что впереди нас ждет всех 20 очень трудных лет. А у Плутона, у Аида, есть свой волшебный инструмент, своя, так сказать, волшебная палочка или посох Аида. И вот с этой палочкой и нужно будет провести ритуал, а сам ритуал я расскажу вам ближе к субботе. Нужно будет вырезать из плотной бумаги или картона вот этот двузубец Плутона и провести с ним определенные манипуляции. А пока что разрешите мне показать вам, какие серьезные события грядут в судьбе людей. Итак, 20 января в 16 часов 46 минут Плутон сгорит в объятиях Солнца. Если мы обратимся к системе тайм-кодов, то мы увидим совершенно гениальная система, система тайм-кодов. Ни на одном другом астрологическом ресурсе, ни в интернете, ни вне интернета тайм-коды не преподают. Их изучаем только мы на канале Астрология от Сергея Безбородного. Я сейчас не хвастаюсь, а просто констатирую факты. Система работает не в бровь, а в глаз. В тот момент, когда Плутон в субботу сгорит в объятиях Солнца, этот тайм-код называется «Риск потерять крупные суммы». Ну, знаете, это просто совершенно гениальная вещь. И буквально не так давно я рассказывал о важной такой таблице, по Плутону таблице Шульте. И мы говорили о том, что, зная эту таблицу, мы можем точно определить, у кого и когда опасные моменты в течение года это связано с Плутоном. И мы говорили с вами, что в этот раз максимальный удар по финансам понесут те, кто родился 8-го, 10-го. Это вот те клетки, где не подчеркнуто и через которые не проходит символ Плутона. 20-е, 22-е, 24-е и 26-е. 8-е, 10-е, 20-е, 22-е, 24-е, 26-е. И, как говорится, не отходя далеко от кассы, сразу пример. В Институте Академии Наук Государства и Права есть такой видный ученый, доктор юридических наук Лев Калибанов. И долгий список Лев Романович, доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник Института Государства и Права Российской Академии Наук. Что произошло с Львом Романовичем? Дата рождения 20-е февраля 1973-го года. Нет, юрист он, я думаю, прекрасный. У Льва Романовича Юпитер в Козероге, это лучший Юпитер для юристов, падший. Неретроградный, это из космограммы. Но он как раз является юристом по теме защиты банковских данных. Он возглавляет в Институте научную группу «Как защищать от банковских мошенников». Перед Новым годом Льву Романовичу позвонили, потом позвонили еще раз, И результатом этих телефонных звонков стало то, что ведущий юрист российский по борьбе с банковским мошенничеством и по сохранению банковской тайны перевел мошенникам 6 миллионов 600 тысяч рублей. Это, знаете, как в разряде анекдота, когда, например, доктор, который лечит какую-то болезнь, от этой же болезни умирает. Ну, это, конечно, юмор черный, но тем не менее. Главный юрист по сохранению банковской тайны пал жертвой телефонных банковских мошенников. Но тут главное то, что он родился 20-го числа. А вы знаете, что только на канале «Астрология от Сергея Безбородного» передается максимально точная информация. Год не успел начаться. А уже родившиеся 8-го, 10-го, 20-го, то, что мы перечислили, вот, Лев Роман Чклебанов в их числе, уже пополнили скорбный список жертв плутонианских потерь. Причем в большинстве случаев похищенные средства вернуть невозможно, потому что мошенники сразу же переводят их в криптовалюту. Таким образом, сожжение плутона солнцем, вот этот первый тайм-код, риск потерять крупные суммы, это важнейший повод сделать подготовку к ритуалу, который нужно будет провести в субботу или воскресенье с вот этим двузубцем, посохом плутона. Но это еще не все. Дальше это будет 20-го, плутон сгорит, а 21-го января, это будет ближайшее воскресенье, с плутоном произойдут еще более существенные события. В 3 часа и 51 минуту он войдет в водолей. И снова система тайм-кодов. Давайте обратимся к тайм-кодам. Дело в том, что 3.51 прям есть такой тайм-код, прям вот он и есть. И он называется выкидыш, остановка беременности. То есть оказывается, те, кто является преданными поклонниками астрологии и зрителями канала Астрология от Сергея Безбородного, в ближайшие дни смогут, проведя этот ритуал, защитить себя от двух больших напастей. Это потеря крупных сумм денег, то, что обожает Плутон, и выкидыши, остановки беременности. Я считаю, что это стоит того, чтобы обязательно прослушать. А из дополнительно мотивирующего хотел сообщить, что именно завтра состоится важное событие в швейцарском городе Давос. Всемирный экономический форум, уже улыбающийся главный врач планеты, глава Всемирной организации здравоохранения. У человека всегда хорошее настроение, хотя, на мой взгляд, у главврача не может быть хорошего настроения, а может быть только плохое или очень плохое. Люди болеют и умирают, но это не про Теодора Гибриисуса. Теодор Гибриисус, переходя от пандемии к пандемии, все время в хорошем настроении, с белозубой улыбкой. А почему же не улыбаться, когда уже завтра в Давосе объявят, что в ближайшее время человечеству грозит новая пандемия. Для нее уже даже придумали название Х, и что она будет в 20 раз, даже это уже посчитали, что Х будет в 20 раз смертельнее ковида. Что из себя представляет этот Х? То ли это будет новый вирус, то ли это будет уже озвученная 3D-мия, флю, RSV, ковид. Расшифровываем вирус гриппа, респираторно-сенситиальный вирус и вирус ковида. Что вот они втроем объединятся и завалят человечество к вящей радости Теодора Гибриисуса. Потому что Big Pharma, так называемая, крупнейшие фармацевтические компании, как говорится, скучали руки по штурвалу. Ну, продажи упали, а те сверхдоходы, которые они получали во время пандемии 19 по производству того, что всем насильно укалывали, ну это клондайк, это просто молочные реки и кисельные берега. Поэтому человечеству завтра в Давосе объявят эти три вируса или новый какой, какая разница. Главное, что всем понравилось карантинизировать человечество, насильно его, так сказать, спасать ценой жизни многих людей. И это собираются повторить. Вы скажете, а при чем тут Швейцария и Давос? А очень даже при чем? Я уже рассказывал вам, что даже логотип Всемирного экономического форума, он в виде шприц и иголка. И уже давно обратили внимание, что вот эта дуга, пересекающая под углом три буквы О, World Economic Forum, образует три шестерки. Число зверя, число дьявола. Кстати, три шестерки это сумма всех чисел в магическом квадрате Солнца по вертикали, горизонтали или диагонали. А 2024 год это будет год Солнца. И поэтому завтра в Давосе объявят важное, что Бигфарма очень скучает по гигантским поступлениям. Бигфарма это крупнейшие фармацевтические производители мира. Лекарств, вакцин, сывороток и всего, что приносит миллионное состояние их владельцам. Так что хотите, не хотите, а новой болезнью Х объявят на Всемирном экономическом форуме, заболеть придется. А также эзотерики давно обратили внимание на просто неприкрытую мистику. Дело в том, что вот этот Всемирный экономический форум, который по сути и есть легальное собрание закулисного мирового правительства, охраняет специальный отдел полиции. Это не просто полиция Давоса, а это специальная полиция Всемирного экономического форума, на шевронах которой наблюдается странный логотип. Это два горных козла, которые сталкиваются лбами, рогами, выясняя, кто из них сильнее. Вот это столкновение горных козлов, это ситуация крайне опасная для человечества. Это символ того, что в угоду богатеям, в топку их ненасытного желания бесконечного обогащения будут бросаться миллионы человеческих жизней. До того, как перейти в воскресенье в водолей, Плутон шел по козерогу. А козерог это и есть символ горных козлов. И эта эмблема появилась как раз тогда, когда Плутон собирался войти в козерог. Это было почти 20 лет назад. Сейчас Плутон переходит в водолей, но вот эти сатурнианские горные козлы продолжают биться друг с другом. Таким образом будем в ближайшие дни проводить с вами спасительный ритуал. У меня снова гигантские технические проблемы с трансляциями, но так или иначе, те, кто подписан. Вы знаете, я никогда не прошу ни лайков, ни подписок, ничего никогда не прошу. Но кто подписан и у кого колокольчик нажат, вам придет обязательно уведомление о трансляции. И вы узнаете, что надо сделать с вот этой вилкой Плутона для того, чтобы потери крупных сумм их денег. Остановка беременности не сказалась в судьбе тех, кто рядом с вами. И вас самих. Итак, в субботу и воскресенье мы на пороге гигантских перемен, еще более тяжелых, чем было до этого. Ведь Плутон в Козероге, он нейтральный по эссенциальному своему достоинству, а Плутон в Водолее, он падший. И поэтому падение Плутона, падение, означает, что ковид покажется реально цветочками. Но самое возмутительное, что лицемерие вот этих финансовых элит мира уже не знает границ. Неужели пандемия это предмет экономической науки? Нет, ну конечно, любая болезнь имеет экономические последствия, это понятно. Но они же уже в открытую устраивают самосбывающиеся пророчества. То есть они сначала как бы предсказывают, а потом чуть ли не сами же это предсказание осуществляют. И вот эти вот три шестерки и швейцарский довоз. Кстати, существует такая вот древнегерманская карта мира, руническая, где все страны германо-скандинавского мира распределены по девяти этажам мирового дерева Игдрасей. И вот прекрасная Швейцария, для справки, где озера, где благоухают цветы, где идеальная чистота и порядок, где не бывает там каких-то бомжей и прочих доклассированных личностей. Вот этот вот лубочный, благоухающий розовый мир Швейцарии, не путать со Швецией, это с точки зрения карты дерева Игдрасиль, хель или хел, это ад. Кто не понимает, скажут, да вы что, Швейцария на рай похожа. Но это только те, кто смотрят со стороны. А на самом деле Швейцария это ад, это родина Аида. Именно там, в Базили, была создана всемирно-экономическая система сто лет назад. А теперь там же, только в другом городе, Давосе, на Всемирном экономическом форуме собираются воротилы мира сего и придумывают способы, как несчастное человечество окончательно загнать в тупик, из которого нет выхода. А выход есть. Выход в том, чтобы не пропускать ни одну трансляцию на канале Астрология от Сергея Газбородного и при желании делать те ритуалы, которые мы вам рассказываем, и в ближайшие дни нам нужно будет подготовиться к ритуалу сожжения и ингрессии Плутона в знак Водолея.